Приветствую всех друзей, вы на канале Шедвиллплей, меня зовут Дмитрий, друзья, мы продолжаем с вами Веленили Рыцаря, и сегодня наша дорога будет вести уже не в Великий Лес, а в болото, в болото, куда мы однажды с вами зашли, поняли, что там враги намного сильнее, чем мы, и пришлось вернуться назад, но теперь мы окрепли и готовы к серьезному и жестокому поезду. Тем более у нас здесь с вами драться придется везде и постоянно, новые враги, хищные растения, каменный тролль даже один есть, гоблин-охотник, в общем, сразимся с гоблинами и посмотрим на троллей всяких. Так, ну что, давайте с вами квест посмотрим, какие квесты у нас остались, осталось у нас только два квеста, потеряшка, это именно в болотах находится какая-то потеряшка. В болото по правой тропинке, в болото по правой тропинке, то есть вот сюда нам говорят сходить сначала, а мне что-то налево тянет. Ха, ладно, давайте по правой так по правой. Если сказали, значит пойдем. Давайте сэвицу, мало ли. А вон стоит, красотка, зубастая. Ну что, давайте врежем. Восьмого уровня все-таки, но мы, я думаю, его порвем. А, их три. Я думал он один. У нас проблемы. Так, все отходим назад, у нас проблемы. Я отхожу назад. Нет, я уже не отхожу назад. Ну, хотя бы так. Шикарно. Все, ждем цветок, главное, чтобы они не стрелялись. Эти очень далеко, они нас не достанут. По крайней мере, хода два, так точно. Какой у них резист? Никакого, бей, чем хочешь. 58. Ну, здоровье хорошо у них, конечно. Имеется так, давай на него навалимся. 111, не убили, конечно. Не убили, но сейчас, я думаю, его рассеку. Нет, не рассек, но у меня еще один есть удар. А вот этого рассек. Ну что, этот пока дойдет, я думаю, мы его зарежем. Тем более, тут уже молния готова. 82, это лучше, чем 50. А этому некуда идти, он застрял. Так, давай. Гном. 83. И я дважды могу его нокаутировать. Мне только раз. 63. Укус. Добиваем гоблина. 59. Все. Тут надо его сразу же разрубить. Но этот сильно, этот нам потрепает нервишки. Хорошо, давай мы его чуть-чуть ослабим. И два выстрела. Даже три. Даже три. Все, победа, друзья. 2000 опыта дают за... Цветы и две магнолии с них выпало. Деньжат, кстати, не дают. Вообще не могу ее взять, а потому что баг. Ха, в текстуру залетело, моя магнолия. Да. Непруха небольшая, непруха-непруха. Вот вам и болото. Не туда упало и все. Ну и ладно. Ставьте себе вашу магнолию. Я думаю, мы с вами еще не одну магнолию встретим. Ну что, правая тропинка. Это что значит? Просто идти по тропинке, да? Да, и мы приходим к троллю. Видите, там лесной тролль. Он преграждает нам путь. Тролль, он же один, а нас трое. Неужели не справимся? Тролля почти невозможно убить. Счастья, они редкие гости в наших краях. Ну, Алиса. Мы не поможем ей, если умрем сами. Вернемся к бабе Вельме. Может, она что-то подскажет. А что, настолько крут? Двадцатый уровень. Двадцатый уровень. Ладно, пошли к Вельме. Может, что ей подскажет. Сейчас я только возьму в сундуке содержимое. Да, с ней мы точно не справимся. Мы пошли к Вельме. Что-то тут... А, потеряшка обновилась. Там, где мы ожидали найти Алису, мы нашли тролля. Ох и жуткое создание. Хорошо, что мы на него не полезли, а то бы нас с кокпит до сих перебил. Вон. Вернемся к Вельме. Может, она что-то посоветует. Да, без проблем. Быстрое перемещение есть. Почему бы и не вернуться? Да, ё-моё, я не туда нажал. Да, прогружайся, ты уже игра давай. А что мне Вельма подскажет? Вельма только скажет, качайся и... На двадцатом уровне приходи. Ну, правда, её внучка Алиса... Может, с голоду умереть к тому времени. Вельма, что нам делать? Вельма, ничем нас порадовать. Ой, Вельма, нам нечем вас порадовать. Совсем нечем. О, да говори ты толком, что случилось. Там в конце тропинки через болото бродит лесной тролль. Ой, батюшки, да откуда же он окаянно взялся-то? Погодите, есть у меня где-то против троллей средства сейчас. Погодите-ка. Вот, возьмите свиток. Это заклинание сделает её слабее кролика, и вы с ним легко справитесь. Спасибо, Вельма, это то, что нам нужно. Давно бы так, Вельма. Свиток ослабления, который действует исключительно на троллей. Хорошо, а как её вытащить в инвентарь? Вот дела. А, магнолия добавилась, по-моему. Или нет? Я не знаю, как её в инвентарь переложить. Но могут быть проблемы. Болото. А, вот уже его выложили. Ха, под ноги. И справились разработчики. Хорошо. Как мне его использовать, если я не могу его в инвентарь переложить? Ха, это, конечно, супер. Нет кнопки положить в инвентарь, нет кнопки использовать. Как на него использовать его? Вы что, блин, мать вашу. Ладно, давай попробуем сразиться. Добыча для тролля. Вот тебе и белый кролик. Не кролик, тролль. Голоден, тролль много бегает. Устал, вы не бегать, драться. Но драться так драться. Так что ж, драться-то? Как использовать заклинание-то, мать вашу? Ё-моё. Неужели это баг? Кстати, а где заклинание-то? Вот это да. А, заклинание у него осталось, да? Или у нас общий инвентарь? Ещё не понял. А, 10 здоровья. Заклинание использовалось автоматически. Лучше у него что-то бросить. Давай. А сколько там он очков? 10. 4. 5 очков. 10. Не хватит. Просто он попал под горячую руку. Наш Артур. И вся надежда сейчас... А, так просто ударил. Ё-моё. А что у него за резист? 75 электричество. 75 любящий урон. 75 колющий урон. Но огня нет-то у него. Резиста. Завалил гнома вместе. Вместе с нами. 834. Тролля-то мы одолели. Только вот где Алисы искать теперь? Неужели же она троллю попалась-то, а? Не спеши, Гвеневра. Тролль что сказал? Он много бегал, усталый. При этом был голоден. Небось, за Алисой бегал и не поймал её. А, и правда. Значит, мы всё ещё можем её найти. Только вот где искать? Ну, назад она не побежала. Иначе мы бы её встретили. А значит, пошла вперёд в предгорья. Там в самом начале тропы есть одно укромное местечко. Так, это всё здорово, но... Магическая эссенса опять не поднимется. Нет, поднялась. Но Артура, конечно, разнесли. Да и трой... Вернее, и гнома нашего, по идее, могли тоже уничтожить. Ему просто повезло. Что он на него не упал, и что у нашей ведьмы есть огонь в руках. Как бы было ей. Так, у гнома уровень. Что здесь пишут? Потеряшка. Тролля мы одолели. Но Алису не нашли. Одна надежда, что она от него убежала и спряталась где-то. Вроде в начале предгорья. Есть укромное место, надо сходить посмотреть. Может, она там сидит, а от тролля прячется. Что такое предгорья? Предгорья? Предгорья нам туда. Ну, давайте строго по квесту, а потом посмотрим. Вот что-нибудь еще встретим кого-нибудь. Но сначала уровень. Так, гном. Сила, здоровье, здоровье, сила, здоровье, сила. Ты у нас слабенький. Давайте здоровье чечкачнем. 35. И навык. Навык, навык, навык. Дальность 4, дальность 4. 218 урон может быть от метания твоего топора. Я думаю, это круто. Надо дробящий урон развивать, видите. Без него тоже тягостно. Ну ладно. А это что? Усиливает способность смертельный удар. Это что такое смертельный удар? Сокрушение. А, вот это, да? На сколько процентов? Ладно, давайте вот это возьмем. Чтобы уже забыть про метание топора. Жалко, дальность не увеличится из-за него. Было бы здорово. Так, пошли тогда к предгорьям. Раз тут так все сложно. Урагов пока не видно. Там только одни будут. А, вот они. Так, троица. Еще троица будет там дальше. Ну что, давай. Атаковать. Ну давай, вперед. Да бегите вы вперед, мать вашу. Что ж вы на тропинке стоите? Вот это ужас какой. Ни хрена он не сможет сделать. Сколько там, пять метнуть? Пять очков действия метнуть. Не добежит даже. Не добежит. Шестьдесят шесть. Вот это крит. Восемьдесят восемь. Пятьдесят. Вот это стрелки. Критуют. Критуют. Ну как можно так выдвигать отряд? Мне надо, чтобы эти первые шли. В самом начале. Ну что, пить надо? Или не надо? Ладно, давай, добивай его. Потом посмотрим. Один удар только. Ничего не могу сделать с собой. Так, а вот и я. Ну пей, сколько она восстанавливает. Сто шестьдесят. А у меня сколько очков в жизни? Да, можешь пить большое смело. Это тебя уже не спасет. Прощай. И ход вперед. Сорок девять. Сорок девять. Сорок один. Смерть. Нет, выжил. Как ты мог выжить? На тебе еще сотенку. Сотню вылечила. Сотню. Вместо ста семидесяти. Красотка. Давай вот это убить будем. Шестьдесят три. Так. Кедрик. Все. Дорога закрыта. Представьте, один проход только здесь. Твою ж мать. Да пройди ты по траве и просто ударь его. Нет. Надо только идти по дороге. Ааа. Какой кайф. Недостаточно очков 10. Я даже до него не добегу. Представляете? То есть против стреляющих врагов у нас нет альтернативы. Мы обречены, друзья. Все, смерть. Я просто не могу до них добежать. Представляете? С такой силой-то. Охренеть. Вот это гоблины. Никакой альтернативы нет, чтобы противостоять стреляющим. Вы совсем в своем уме там. Товарищи разработчики. Сумасшедший. Атаковать 8 очков. Ну давай, если тебе получится. Одного убили, но он сейчас нас убьет. 97. И второй. А нет, второго выстрела не было. У нее, как обычно, очков действий не хватает. Опять я не сделаю, да? Нет, тут 3 надо все. Я ему, конечно, сотни восстановил. Но это глупо, конечно. Невозможность пройти по травке. Это неправильно. Ну и не добежать. Тут же это неправильно. Пей. Может выживишь. Все бутылки выпили на двух гномов. 84. 99. Вот это урон. Резист у него ни на что. Тогда держи. 127. А ну давай свой 218. 152 крит. Но это неправильно. Я потерял все бутылки. Горсть монет. Янтарь. Горсть монет. Горсть монет. Янтарь. Короче, я чуть не подох. Из-за того, что невозможно пройти по траве. Из-за этого у меня очки действия сохранились. Но я не смог ничего сделать. Почему нельзя было пройти по траве? И расстановка отряда. Как мне гнома поставить вторым? Вот скажите мне. За рамку потащить? Нет. Ее за рамку потащить? Нет. В этом история умалчивает, как это сделать. И это очень прискорбно, что у меня идет ведьма раньше гнома. Ну что, если таких будет три стреляющих, я даже не знаю, что ей предложить. Будет мне врагу. У меня нет возможности добежать. И плюс ко всему, в навыках нет ни одного параметра, который бы увеличивал очки действия. Ну хотя бы на один. Уклон, 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 броня. Забыли просто про очки действия. Сопротивление магическому урону. Очки здоровья. Все, больше ничего нет. Это печально. У меня не хватает одного очка действия для каждого класса. Ну конечно, тут баланс какой-то не... О, цветы. Пытались сделать. Хищное растение. Ну их три. Давай. И они восьмого уровня. Тебе будет девятого. Так, ну к дому не пройдет. Дорожка что-то узкая, правильно? Все, конечно, бывает с нами. Ну пусть стоит, раз не пройдет. И я отойду тогда. Будем вот так вот. В группе. Давай, бей. 67. У него, наверное, защита от огня, да? Нет. Что ж такое урон слабый? Качать надо. Уклонение. Не повезло. Не повезло. А тут повезло. Тут уклонение компенсировалось критом. Бывает. Так, это я деморализовал. Этот даже ударить не смог. 109. Так, давай, гном. Все. Один удар только ты можешь сделать. Очень сильно ударил. Победа. Но эти легко идут. 75. И первый укус. За игру. Все, победа. По 2000 опыта дают. Магнолия, магнолия, магнолия. На. На портрет нельзя лечить. Беда прям. Так, у гнома у меня не хватает немножко здоровья. Отлично. Пошли. А, это уже есть предгорье. Мы уже на месте. Или я мне всегда рада. А, предгорье, наверное, мне рано. Это целая локация. Да, действительно. Смотрите, что тут творится. А где я вышел? А, вот. Алиса. Алиса здесь недалеко спряталась. А вот тут, вот уже врагов по 4, заметить. Алиса, ты что тут делаешь? Тут опасно. Беру. О, тетя Гвиневра, я так рада. Там, там, там. Что там? Алиса, милая, ты жива? Я так рада. Конечно, я жива. Этот тролль такой неуклюжий, но очень страшный. Ничего больше его бояться не стоит. Пусть в Анаури... Путь в Анаури свободен. Давай мы отведем тебя к бабушке. Не, не надо. Спасибо. Я сама быстро добегу. Я очень быстро. И все. Да, она реально очень быстро. Так быстро я еще не видел, чтобы кто-то бегал. Так, а что тут за враги? Какого уровня? Десятого. Это уже крепенькие ребята. И, наверное, стоит погулять еще пока по болотам. Тем более мы слишком быстро с ними простились. Давайте... Нет, давайте вернемся к бабушке. Так. Потеряшка. Прямо камень с души Алиса оказалась. И правда жива и здорова. Надо вернуться к вельме. Чем мы сейчас и займемся. Да, да. Это мы с вами уже прошли предгорье, болото. Практически к мертвому городу добежали. Но нам надо назад. Может что дадут интересное. Кстати, а мы уже стали десятого уровня? Нет? Нет, все еще девятого. Тут у меня бронишка лежит. На ведьму. Так. Ну, со стрелками у нас явные проблемы. Надо как-то... Что ли свитки, наверное, делать на массовое поражение врагов. Ну что, вельма? Спасибо вам, моя хорошая занучка. Уж не знаю, что бы я вас без вас сделал. Само-то я старая уже до самых предгорья дойти не смогла бы. А помните, вы говорили, что все вокруг словно тьма заволокла? А нет ли человека, кто может сквозь эту мглу смотреть? Помню, как мне помнится-то. Думаю я, что ни один человек не сможет проникнуть сквозь эту мглу. Но люди не самые сильные существа. Где-то в горах обитает тот, кто может быть древней самих этих гор, мудрее сотни мудрецов и сильнее целой армии. А, ясное дело, дракон это колесин. А, дракон? Вы оба что, серьезно? Драконы существуют? Откуда что такой дикий пришел? А, то сто лет назад ведь рыцари трех драконов уничтожили, которые сирене наши жгли. Все об этом знают и видно очень издалека. Колеси не только силен, но и мудр. Он силен... Силение не разоряет, бывает даже помогает гномам. Надо-надо вам к нему. Но только прежде зайти к Брану. Есть у него к вам просьба и кажется очень важная. Так, еще по тысяче дали. Кто-то такой Бран. Спасти эльфийку. Казалось бы уж, чего я тут не видел тут, но меня снова удивили. Оказывается, здесь еще и дракон есть. Настоящий, огромный, сильный, мудрый дракон. Надо нам к нему наведаться. Будет он... Будет. Но пока у Брана есть какое-то дело к нам. Если это дело поможет подружиться с непривитливым товерчиком, то я готов практически на что угодно. Так что прежде всего к Брану. Так, у нас чего-то не хватает. У нас не хватает бутылок. Да, Краун здесь тоже не самая сильная сторона игры. Какой-то список черно-белых бутылок. И на каждую надо наводить, чтобы найти свое зелье. А где же зелье здоровья-то? По группам хотя бы распределили. Это что? Это не то. Вот зелье здоровья, пятого уровня. Но у меня нет малого зелья жизни и средней бутылки. Хотя проще купить, наверное, чем сделать. Малое зелье сколько стоит? А, это мои. 15 оно стоит. А бутылка стоит 4. Ладно, давай малых наделаем хотя бы. Это малое зелье силы. А где же здоровье-то здесь? Малое зелье жизни. Вот оно. У меня не хватает мухоморов, поэтому проще купить. Да, проще купить пару зелий. Я бы хотел посмотреть на твои товары. Дай мне зелье 19. Да, штучки. 3. Правда, денег у меня совсем немного. Совсем немного. Так, теперь я, по идее, должен создать, потому что бутылки у меня, наверное, есть. Нет у меня средних бутылок. Ладно, пошли еще средних бутылок. Купим 3. Если у меня глаз паука хватит. Надо было просто по группам распределить. Зелье. И тем более, каждый раз меняется их местоположение. То есть зелье здоровья может быть уже в следующий раз, когда я зайду в магазин в конце списка. А может и не быть. Так, 3 бутылки, пожалуйста. Еще 45. Дорого мне это выходит. Подождите, мне выходит это в 60. У меня еще 3 глаза есть паучьих. А паучьи глаза продаются там. Ладно. Один раз сделаю. Давай 3 штуки. Мне вышло это в 60. Сейчас я узнаю, сколько стоит обычное зелье. А ну, а ну. Может проще покупать бутылку, чем крафтить. Хотя, если это правда, то да, это совсем будет, конечно, апогей. Ну. Сколько глаз стоит? Или его нельзя купить? А, глаз нельзя купить. Может быть, таверни, конечно. Зато можно купить вот. Ладно, 10 уровень подождем. Тут урон будет 200. Холода, массовый. Глаз не купить. Вот поэтому оно и уникально. А простой зелье сколько стоит? 35. Я в ахрене, честно. Такого я еще не видел в играх. Чтобы создать зелье, мне обходится 60. А чтобы купить зелье, мне нужно 35. Может потому, что их ограниченное количество. Единственное объяснение. Но крафт всегда был дешевле. Потому, что я его сам делаю. Почему? Тогда оно стоит дешевле. Не знаю. Может быть, рассчитано на то, что они закончатся у меня. Но у меня деньги быстрее закончатся с такими ценами. Ладно. И глаз еще добавьте. Кстати, глаз вообще нигде не купить. Паучий. Паучий. Ладно. Автоматическое сохранение. И Бран мне что-то хочет сказать. Давайте засыримся перед этим. А, Артур. Я был несправедлив к тебе. Ты, похоже, неплохой человек. Все в городе тебя уважают. Да ладно, что прошлое вспоминать. Может, расскажешь мне... Погоди, погоди. Расскажу непременно. Но сейчас дело есть у меня к тебе срочное. Есть у меня одна старая знакомая. Эльфика по имени Идриль. Гостила в крепости недавно. Направлялась она к своей сестре в предгорье. А путь туда лежит через болото. Полный гоблинов. Она, конечно, умелая лучница. Спору нет. Но гоблины могут ведь и числом взять. А вчера мне пришла весточка от ее сестры. Спрашивает, не обиделась ли Идриль. Мол, обещалась зайти, а так и не зашла. Говорят, гоблины в болотах лагерь устроили. Ты уж наведайся к ним. Посмотри, не попала ли она к ним в лапы. Что ж, гоблинов бить я уже привык. Но как вернемся, тут же ты не отвертишься. Ответишь на все мои вопросы. Отвечу, не сомневайся. Ты только Идриль отыщешь. Друзья, это четвертый спутник нашего отряда. И это здорово. Что у тебя за товары? Еще раз покажи. Есть глаз. Глаз стоит 20. То есть зелье создать мне обходится в 80. А купить в 35. Но это расчет на то, я думаю, только то, что их количество ограничено. Потому что другого объяснения у меня нет. Ну а так все, друзья. Мы с вами идем в болото. Драться с гоблинами. Но гоблины бывают разные. Если будут плюющиеся гоблины, то нам нужно срочно заклятие. Заклятие 10 уровня. Давайте одно купим. Так, квест появился. Бран попросил спаси Эльфику. Но, в общем, он просит просто убедиться, что с ней ничего не случилось. Но я же привык к правилам, по которым существует этот мир, чем бы он ни был. Так что я уверен, что ее придется именно спасать. Идти надо в лагерь гоблинов на болотах. Интересно, что же нас там ждет. Опять же, у нас два квеста всего лишь. Хорошо. Сколько обойдется мне вот это вот заклинание массовое 211 урона на шестой уровень? Сколько? 270? Да иди ты со своими ценами. А это обойдется в 1100. Ну, да. Я тебе внучку спас. А, кстати, с ней можно поговорить. Спасибо тебе за то, что убил этого противного тролля. Вопрос в другом. Мне нужно создать заклинание, но не первого уровня. Первого уровня уже неэффективно. Мне нужно создать заклинание. Вот почему вместе не разложить эти заклинания, чтобы я не искал среди их бутылок? Фильтраш никакого нет. Вот это мне заклинание нужно. Хотя бы на пятый уровень. А мне не хватает чего? Свитка. Да ладно, у меня есть свиток. А чего ж-то не хватает тогда? И это у меня есть. И это у меня есть. Древний свиток. У меня свитка нет? Реально свитка нет? А это что? А, это папирус. У-у-у. Так, а еще дороже, что у нас здесь? Ну, ассенция огня еще не встречал. Метеорит. Вот, шестого уровня. А еще выше есть. Вот, одиннадцатого уровня метеорит, но нужна ассенция огня и древний свиток. Просто свиток надо купить один. И мы создадим с вами один. Давай свиток купим. Свитки у кого? Свитки кто продает? Ведьма ты? Нет, не ведьма. А кто ж свитки продает? Наверное, Бран. Скорее всего, Бран. За сорок монет надо купить один на подстраховку. Если совсем будет много плевателей, то нам... Нет, есть у него свиток. Что? Это за... Это по скидкам. Сотню он стоит? Двести. Ну, одиннадо купить. А зачем мне тогда древний папирус? Делать маленькие заклинания? Да, продавать смысла их нет. Ну, все, у меня сто восстетят монет осталось. Осталось, а нищеброд. Где теперь, кстати, заклинания? Вот они. Я могу создать первого уровня. Папируса. Либо шестого уровня. С... Со свитка. Ну, конечно же, его создадим. Свиток-то один. Есть. Ну и мелочь можно, конечно, взять. 59-60. Но не хочется тратить янтарь. Так, шикардос. Панель. Причем это вложить надо каждому в панель. Неизвестно, у кого будет шанс его запустить. Самый последний момент. Это будет наш Джокер. Все. Я нищеброд официально это признаю. Ну, пошли. Болото так болото. Будем искать нашего четвертого сопартийца. Вон она, кстати, лучница. Видите, вот она. Вот она. И когда у нас появится лук, то нам придется одевать еще одного человека. Это ужас. У нас нет денег. А где же этот лагерь? Лагерь... А вот и дриль. Босс, гоблин, охранник, охотник. А что это за дороги, интересно? Куда они ведут? Если это ведет в предгоре. Ладно, давайте расчистим сначала от растений, почистимся. Здорово. Гном всегда стоит сзади. Хотя он должен бежать вперед. Почему? Ну, пусть стоит сзади. Для маневра хватит, конечно. Но это не такие сильные противники, от которых стоит бежать. Их три, но... Восьмой уровень. Огонь. Ведьму прокачать надо с ее заклинаниями. Очень надо. 188, вот это мне нравится. Годится. Все, дальше не надо ничего делать. А я броню кладу. Да, ей нужно очень усиление. Она много стреляет, но сейчас это уже неэффективно. Давай, бросай свой... Пух. Попал не в того. Бывает. У меня броня. На тебе. Стой, тня, ничего себе. Неплохо укусил. За четыре. Еще один. Смерть. На тебе в глаз. И последний. Не зря же я копил все это. Наконец-то новый уровень. Сейчас ведьму надо качать на урон. А этого надо чинить. Ему же уровень не повысили. Так, что у нас здесь с вами? Я. Давайте силу. Ведьма. Давайте интеллект. Живучесть не столь важна. Нужен урон. И заклинанец. Я. Хорошая вещь. Хорошая вещь. Да, давайте вот это сделаем. Я бью-бью, а смысла мало вижу в нем. Годится. А потом увеличим. Вот это до 167 хотя бы. Вот это медитация. Очко действия дает. Классная вещь. Ведьма. Нужен урон. Очень сильный. Восстанавливает 3% здоровья. И это не стоит. Вот это что-то такое. Круг исцеления. 108-126. Восстанавливание очков здоровья. Восстанавливается 4 раунда. Генера исцеляет себя и всех союзников в большом радиусе. 120% от сил исцелить. Блин, классная вещь. Класснючая вещица. Лечить массово всех. Давайте это. Так я не смог ей прокачать заклинания никакое. Чтобы она билась сильней. Но ее цель лечить. Так. О, три бутылки. Как же вы мне нужны были. Совсем недавно, а не сейчас. Так, карта. Куда идем? Две дороги. Одна на... Сзади... А, это гном прибежал. Гоблин-отравитель. Гоблин-охотник. И гоблин-охотник. Вот это будет серьезная битва. Ну, давайте попробуем. Здесь еще... Опа. Отравитель дальше. А как же нам его обойти? Не знаю. Отравитель правда один. Это хорошо. Все, их надо убивать быстро. Гном, ты должен был бежать за мной. Мы сейчас теряем очки действия. Из-за тебя, подонок. Сто восемь. Семьдесят восемь. Шикарно. Практически вынес. Гном. Ну, что ж ты за человек-то такой, а? Хотя ты не человек, ты гном. Ого. Что там? Я не вижу. Ведьма, ну давай свой круг из... А, какой там круг исцеления с четырьмя очками действия? Это только... Потом может быть. Тут четыре надо. Три надо. Так, поэтому один. Один. Ильичи гнома. Ему досталось. Сильные ребята. Очень сильные. На. Да сдохни ты уже, зараза. Есть. Мы его убили. Гном. Руби. Руби. Шикарно. Семьдесят три. Сейчас плеватель два раза будет стрелять. И меня не убил. Ха-ха. Так, целительный круг. Радиус действия. Не достает. Ха-ха. Ты не туда пошел, придурок. Какой же ж ты придурок. Ха-ха-ха. Да, это я про себя. Все, мы проиграли эту партию. Я должен был ударить. В общем, печаль. что делать теперь не на ту кнопку нажал бывает должен был его убивать а ты пошел хрен знает куда ладно дуй назад ну что кого убиваем давай здание стоящего нос с уроном 56 знаешь ты будешь убивать 10 лет но убил все проще гном ты был храбрым воином на тебе но я могу только стать перед ним это все что я могу 1 2 но 2 и хватит ведьма давай шикарно мы второй раз практически победили мой ход ну и пить бутылку не пить может мы убьем а давай попробуем 75 я решил ее не пить и мне повезло так горь с монетом монеток 3 наверное ли 5 попадается нам тяжело очень идут бои особенно с плюющимися ребятами и всегда ставят смотрите кстати я могу лечиться и вот так вот и вот так вот то есть два раза могу теперь лечиться не обязательно лечить каждого постоянно хотя лучше смотрю на гроб и все мы здорово вот это уже спасибо за это заглядание потому что же заманался клацать вот этой кнопочкой все мы победили а куда же нас дорога это то ведет то вот влево что-то влево слева у нас тут будет сундук вот что здесь будет а кстати нам то 10 уровень повысили ведьма танцуй у тебя наконец-то появился броня появилась причем охренительная причем очень охренительная 5 процентов кстати тебя здоровье выросло может а тут еще что-то от ищем 300 монет то это целое целое сокровище сколько это у меня уже денег пятьсот девяносто пять я вернул себе затраты которые потратил на создание вот этого свитка но я его оставлю на босса думаю босс там будет та еще сволочь отлично здесь у нас сундук был просто хорошо а что защищают тогда орки здесь без тоже один отравитель и и тут один отрыв но если один отравитель это еще ничего вот когда три отравителя или два отравитель это все это все ну давайте этих отмочим будем собирать лут но как выживать то надо шикарно где наш отравитель охранник а это три охранника это обычная гном ты должен идти за мной они ведьма нет есть отравитель как же нам его на него напасть и так мы все вместе это хорошо поэтому я сразу нападаю на этого сразу же мы в глотку ты киваю свою оружие и к этому надо подбегать так есть но один раз может удалить все четыре ох критонул не повезло теперь приходится лечить 49 я сто пять хорошо что бьют не только меня так вот это надо убивать на и на сороковничек гном действуй действий но два раза сможешь ударить раз да мы его уложили это здорово раз выстрелять два раза хорошо я могу сделать подход сколько там на дачка у действий все пять да и всех вылечить вот так у нас будет работать хорошо так давай его на или давай не давай его убить не будет нам покоя но ты можешь его убить лично 288 это здорово так давай за спину 92 опа он взял какую-то ярость но нас то не напугать давай на те 64 на те 70 гном твой выход брось с него свой 69 хуже не придумаешь пока этот один раз должен стрельнуть да 93 повезло нам так а кто будет ходить следующий а мы его и добьем давай вот этого 109 уклонение повезло тебе гном сейчас бы ты сдох а нет он здоров а этого я добью прорвали защиту прорвали шансов нет он еще и сопротивляется как никак но недолго но крепкие ребята по 2500 9 уровня так гор янтарь что такое янтарь и горсть монет ух ты там еще такая же банда янтарь горсть монет и горсть монет лучше бутылки какие-нибудь давали свиток два свитка нифига себе это не папирус это свиток тот который купил за 200 надо было подождать чуть-чуть и не тратиться надо было чутка подождать все можно найти и в том количестве которым нужно здесь еще один отравитель но я не понимаю смысла куда мы идем наверное тут еще какой-то сундук может быть а это кто такие хищные растения расянка что такое расянка вообще ну это два две возможности зайти с разных сторон тут вообще четыре чувака битва будет яростной ладно пошли гном ну что ты ходишь как-то ну не как все люди смотрите где он гениально просто вот отравитель давай к отравителю зайдем а его надо сначала убить первым давай гном в атаку так пошли его убить не ожидал а сзади а прилетела гном ты конечно же не добежишь но попытайся хотя бы приблизиться а а ты теперь от всех получишь но это один выстрел ничего еще 83 многовато ведьма давай сюда будешь лечить из кустов не добежал не добежал хорошо на а что-то стал слабо бить или у них броня конечно выросла сейчас будет два выстрела 171 урон 39 так немножко поправили здоровье и сразу же потеряли его гоблин умер не выдержал испугался давай этого бить но ведь не уже свой знатный меч по идее на 200 должен урон наносить так продолжаем лечить о он взял ярость наверное или не брал на тебе боевая ярость да это ярость была блин что-то у него наверное защита а колющий урон у меня не колющий у меня рубящий 232 ну кританул так кританул цветочек неплохо конечно неплохо так вот это надо убирать уже у нас достало уже всех и без всяких молний просто выстрели да убери ты ее все его нет ну цветок восьмого уровня и он у него резист не очень сильный так давай бей все я кританул 42 все слабовато но гнома убили красиво гнома убили шикарно просто но мы справились тоже по 2300 опыта горсть монет и горсть монет ведьма лещи нас у нас проблемы гнома больше всего и за что мы здесь дрались за проход по этому мосту есть у нас еще гоблин охранник гоблин охранник гоблин охранники хищное растение гоблин охранник а здесь нет плевателя поэтому можно нападать видимо что-то оказалось дальше это конечно ужас с расстановкой бойцов хороший крит ну почти крит фактически как крит мы 229 очков нанесли гном ты должен быть впереди какого ты находишься постоянно сзади непонятно нормально подойду к я ближе или нет наличие там три чувака могу не успеть его минус один силу так мало на тебе и тебе так гном метника 68 могло быть и лучше вот цветок очень сильный урон уклонение повезло отлично добивай да и этому не забудь вязать крит 94 гном вперед 73 нормально а этот крепенький нет восьмого урона нормально победа горсть монет подойди ближе к друзьям если это возможно и вылечи нас всех это заканчиво заклинание мне нравится не нужно возиться с панелью и кликать кликать и кликать мы с вами выходим в центральную часть на перекресток смотрим карту на карте у нас есть два варианта развития событий можем пойти в эту сторону и навалять хищным растениям что мы сейчас и сделаем и откроем восточные ворота ну доступ к восточным воротам тут два или четыре будут со мной драться интересно четыре я думаю будет драться а те кто два россянка что такое есть россянка ох чувство меня сюрприз ждет гном ну стань ты раньше чуть-чуть гном мать твою какой же ты убогий ого все уходим уходим ну гном конечно это печалит меня как можно поставить гнома позже ведьмы и не дать возможности это исправить не знаю кошмар какой я не это планировал что ведьма осталась на месте ну просто убегаем я просто в узкий проход забегаю так и у нее ярость к россянке лучше не подходить в ближайшее время ну что копим две здесь не станут в проходе я в этом уверен поэтому копим а ты можешь метнуть но лучше не надо копим все россянка точно не дойдет пока мы не убьем пехоту так ну что начинаем можно даже дальнего слишком далеко ладно давай ближе 87 этот не дойдет он в траве россянка тоже не дойдет а россянка будет стрелять все закругляемся ребята нам конец давайте попробуем так конечно но это нам не поможет особо мы всем нанесли урон я так тем самым вылечился немножко я даже броню себе возьму гном нам надо выходить нежелательно убивать россянку 39 что ж у тебя такой урон сумасшедший а друг мой 63 россянка будет стреляться это понятно ладно давай помогу чем могу 66 убили одно осталось существу и гном получил красиво конечно получил так ладно я пошел в атаку гном под защитой по идее должен быть может быть и нет пять единиц а здесь же есть еще один я тебя не забыл что ты здесь существуешь давай так 110 давай раз и два все одна россянка осталась это это хорошо так давай два хода ты два хода сюда лечи меня еще будет неплохо опа что это такое было 165 гном умер вот это крит рассяночка мы убили гнома 48 плюс 20 да неплохо ударила а резист у нее на не на чего на кулющий урон только 60 ну что выдержишь нет думаю нет 60 выдержал молочага пей 110 пей и бей 14 колющий урон а у меня колющий ё-моё гном как ты мне сейчас нужен давай молнией ударить 116 друзья мы как-то победили 4000 опыта у меня колющий урон не рубящий рубящий это топор колющий это меч оказывается магнолия магнолия ну что мы победили конечно но это все жесть была это конечно все жесть была гном ты очень легко умираешь я не знаю почему во первых силы конечно тебе надо бы еще поддобавить давайте 45 силы сделаем потом здоровье буду качать твое и здесь нам наверное нужен будет что-то такое а это что такое следующий уровень усиливать способность сокрушения а это дробящий урон да но я его не качал вообще ну давай вот это а сокрушение это вот это да надо увеличивать да надо увеличивать хотя мы почти не бьем сейчас вообще практически не бьем ну ладно пусть будет все у нас стал 11 уровня ну россянка так россянка конечно могли бы и доспех дать если честно и мы вышли я не знаю что это за дорога если выход отсюда один то что это за выход а здесь просто здесь просто темнота я так и подумал и мы с вами потратили единственное наше заклинание которое очень кстати сильно нам помогло заклинание которое очень сильно нас выручило кстати можем сделать еще одно такое же здорово магическую эссенцию кстати можно самому сделать если ну давайте вот это сначала сделаем я два по моему могу и сделать да нет одно эссенции нет ну заклинание классное готово и бутылочку нет спиртного нет не смогу сделать а глаза паучьего не хватает так всем даем это заклинание в панель а и оно уже у всех панелей есть просто проклацать надо не обязательно так как я это делал ну что атаковать будем отсюда или обойдем посмотрим что здесь здесь босс ну нет плевать или нет это уже радует с одной стороны а здесь не пройдешь а здесь мост сломали уровень девятого гоблина понял а зачем нам тогда россянку надо было убивать просто так для удовольствия тогда придется разбить еще одну группу ребят вот эту ну там есть отравитель это печальное конечно событие что там есть отравитель но ничего не поделаешь придется с ним драться так вот тут что то есть а ну справа что тут ма нельзя ходить так тут мы же все оп смотрели нет тут тоже не выйдешь хотя помост есть так карта вверх теперь надо сохраниться слишком слишком долго я сюда шел ну что гоблин охранник гоблин отравитель два гоблина отравителя ах как же так побежать чтобы побежал гном за мной а не ведьма ну как то надо бежать убивать вот этого потому что эти бью это 360 очков здоровья вы что я его никогда в жизни не убью что мне остается делать либо мы закрываемся вот здесь все мы закрыли здесь уже никто не пройдет кроме меня вот гном хочет попытаться пройти но у него не получится потому что ведьма мешает ведьма почему то идет всегда впереди гнома эти твари все критуют я не смогу пройти это место мне нужно что ли динамитом их убивать кошмар какой ладно стой тогда гном смотри как я буду драться раз ты не в состоянии я попробую добежать до этого плевателя тем самым подставлю себя под удар гном не может нет может выйти да это не гном мать твою что жалко поставить метку кто сейчас ходит или что все кружки подсвечены кто сейчас ходит а кто ходит а кто ходит а куда смотреть кто ходит а никуда вот на этот портретик только можно определить кто ходит или вот здесь маленькая рамочка это первые плюющиеся враги от которых уже нет спасения все эти сейчас два раза стреляют ведьма прощает все ведьмы больше нет лечиться некому крит и смерть фактически лечиться некому все этот я разил отлично у гнома как всегда четыре очка действия что с этими очками действия делать хрен его знает их ни на что не хватает вообще мы одного убили но вот этот то жив все гном прощай по два выстрела бьют у меня один остался у меня нет здоровья но это конечно не важно я не смогу добежать если бы не стрелять или я бы может быть добежал хотя я могу сделать вот так ну а что мне оставалось они не оставили мне выбора нет ну по сто двадцать четыре бить ты конечно жесткий парень я выпил все что у меня было и продолжаю к нему бежать семьдесят восемь и второй выстрел сто сто почти да фактически сотни но я должен справиться друзья мы победили это конечно просто жесть две пятьсот да здесь надо десять тысяч давать узкий проход сделали раз неадекватная расстановка партии это два зато дают много янтаря я потратил практически все это три у нас впереди босс 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 и полная крепость орков тут победа конечно дается так знаете мне сегодня повезло называется два синих кристалла так но я потратил все бутылки это во первых нужно уходить уходить в магазин ибо нам не справиться гоблин охранники дриль если и дриль бы нам помогла то тогда да но без заклинания которое меня спасло кстати фактически вот оно родное нам не хватает эссенции магической ну чтобы создать магическую эссенцию нам нужно зелье интеллекта зелье активности и большая пустая бутылка ладно поехали что то сочинять хотя бы надо нам с вами купить зелье здоровья все потрачено практически я когда уходил я пил все что мог ну ладно поехали все равно а что делать другого нет варианта я надеюсь я заработал достаточно денег чтобы попытаться отбивать плевательные атаки а чем их можно отбить броненчатыми никакой радости не приносит так ведьма давай что то думать у меня не так много денег у меня всего 1130 но мне нужно много чего купить я конечно могу купить у тебя мне надо вот это вот штуковина редкий свиток метеорит он стоит 270 мне нужно вот эти штуковины но дешевле купить чем делать поэтому я сразу же покупаю их штук 5 ну за 175 да покупаю за 5 эти покупать смысла нет проще купить этот просто эссенции эссенции можно где то купить мне одна она только и нужна сейчас загляну если нет то мне метеорит позарез нужен будет можно конечно еще пить зелья брони зелья там всякой силы ну во первых они очень дорого стоят во вторых ингредиентов практически нет один два ящика всего лишь встречается у нас в игре мало что выпадает янтарь в основном выпадает один а мне нужна эссенция у него по моему есть эссенция но она стоит очень дорого сколько эссенция стоит 120 но это уже не 270 120 это хорошо с одной стороны так я хочу этот меч за 3000 так 120 эссенция как тут все найти эссенция эссенция вот да одна у меня будет и за 120 я смогу создать уже этот свиток и один свиток у меня есть вот это дешевле будет да давай всего 835 я оставлю мало ли что и создам этот прекрасный метеорит очень классная вещь все свитка у меня нет этого у меня нет просто это я сейчас добавлю в панель и проклацать да да проклацать вот так я теперь нашел быстрый способ как это все быстрее вставлять в панель ну что шик можем идти брать крепость правда опять придется пробежать все болото ну ну последний бой конечно был очень жестокий и все из-за узкой тропинки мои ребята с четырьмя очками действия у гнома например могут добежать до 2 хода за 2 хода к плюющемуся гоблину гоблин стреляет 2 раза 2 раза почти под 100 под сотню бьет у гнома 265 жизней то есть гном теоретически выжить не может пока добежит если его не подлечит но так как у нас расстановка партии как вы видите сами не пойми какая ведьма не всегда успевает подлечить это при том что если 1 гоблин а если 2 гоблина плюющих то тогда и второго меня лечить надо ну вот так вот и живем где я по-моему я зашел не на ту дорогу да я опять пришел к большому цветку я завернул не туда ну в болотах можно заблудиться конечно слушайте а может я его отсюда как-то разозлю босс 10 уровня не такой уж и большой защиты никакой 265 здоровь да мы его вынесем у него вот 360 у товарища больше но он конечно колющий урон копью магическая защита вероятность крита очень велика магическая защита тоже уклон 10% с моими тремя у него 10 то есть шансы что мы промажем очень велики ну хотя бы посмотрели кто нас там ждет но это не их не двое их же четверо очень 3 сильных гоблина прокаченных вот стойте впереди лагерь гоблин я чувствую засаду я всегда все чувствую вон смотрите клетка стоит никак не увижу кто в ней очень можно быть очень может быть что там та самая эльфийка но раз так давайте поспешим может она еще жива какие все храбрые а а че тут засаду чувствуешь их тут четверо и босс уже здесь а че он переместился а они все вместе стоят нам четверых надо будет убить вот это засада действительно так ты кто гоблика охотник охрань а охотник метатель по моему все таки будет один метатель ну че кого выносим или нет нет это не метатель просто закрываем проход если этот не метает копья то мы выигрываем если метает то все загружаемся я пойду как обычно первый сделаю как обычно хитрость по моему она конечно не работает вот значит кто половину нашего племени перебил я думал вас больше не будет не вернее я думал вас больше будет скоро тебе покажется что нас слишком много трепаться ты мостакова то у мишкас маловато попался на приманку как карась на удила так и дрель приманка для нас но почему зачем гоблинам заманивать нас не гоблинам а мне золото много золота за вас дали дали кому же то мы так сильно не угодили не наняли же вас разбойники разбойники не смеши ну ладно заболтался с вами что то вам уже пора умирать ну что сейчас мы оценим этого парня ни в коем случае не двигаться и не выпускать их отсюда давай сейчас ходит кто гоблин все ой гоблин гном прости гном я тебя гоблином назову 38 ну это небольшой урон как по мне если ведьма правильно станет она станет обязательно правильно мы сначала вырежем их всех может эльфика нам поможет сомневаюсь и давай раздирать их на части этот не должен был пройти но это точно не пройдет так гном ты у нас самый болезненный видишь да а ну разозлись 415 вот это я тебя давно ждал самоотдача самоотдача главное гном это я его просто гоблином назвал он рассердился видите что получилось так теперь я могу разрезать этого чудо охотника давай разрезал и теперь выкапываем из него все что можно выкопать на друзья мы 53 со своей плевателькой можешь знаешь куда сходить в одно далекое место гном я тебя лечу ты постарался на славу такой поворот событий мы просто не ожидали но у нас сегодня все критуют и все уклоняются смотрите как мы четко работаем а ну гном удиви нас еще раз слабовато ну ладно хватит из того что есть на тебе на тебе жалко не убили так этот дал ярость теперь он бьет вдвое сильнее это печально конечно я его могу сейчас вынести но мне надо лечить их и этот взял ярость и у меня минус 125 я отравлен да он меня просто отравил сволочь нет просто ударь просто нет бей сильно да как умеешь да мы его убили но я отравлен меня срочно надо лечить а лечить меня больше нечем потому что я ранен вот так и в атаку и в атаку на этого ублюдка 98 я все еще отравлен еще и сильнее чем был так 3 мне надо 2 2 2 2 2 2 поближе только есть сейчас его сейчас меня опять хватит кондратий смотрите минус 125 и давай гном теперь ты как то так будем подходить ну вот и я ну что справимся нет 265 всего давай 43 слабовато нет справимся если он будет меня только стрелять то справимся у меня бутылок много я даже метеорит не брал а что я еще раз могу тебя ударить? 99 продолжает меня отправлять ведьма подходи еще ближе на 2 хода вот так вот ему гном действуй о яд не подействовал произошло спасение мое от яда давай гном на тебе 59 ну что два удара четких ух давай на уклонение ну да 10% ух ты убил гнома практически убил гнома ну что будем спасать гнома? да давай наверное гнома спасать у нас еще хоть поживет чуть-чуть на тебе 43 по морде ох на меня яд уже не действует это конечно хорошо сейчас работает у нас гном и мы побеждаем друзья 4500 опыта я уж думала мне конец но кто вы? как вы меня нашли? нас послал Бран сказал что беспокоиться за тебя беспокоиться за тебя и попросил проверить Бран а кто такой? а этот Бран вот же старый лис следил все таки за мной ну да я даже рада тут у меня шансов не было никаких они ждали именно меня и кажется знали все мои слабые стороны да что же тут происходит кто-то специально устраивает твое похищение чтобы заманить сюда нас кому это может быть нужно возможно мы еще сможем получить ответ чуть дальше тут живет шаман и он явно заодно с этим здоровяком так пойдем же с ним поболтаем вот нас уже четверо да что вы говорите так надо всех вылечить пока все рядом ну как получилось мы вылечили хотя нормально мне нравится все нас четверо друзья собираем все что можем собрать а по идее то тут ничего и нет опять горсть монет янтарь янтарь горсть монет горсть монет янтарь и горсть монет у меня эльфийка по идее сейчас опять голая должна быть да так спасти эльфийку минутку эльфийка настоящая эльфийка в этот раз мои представления оказались близки к реальности она нереально красивая сейчас разберемся с шаманом гоблином и надо непременно с ней поближе познакомиться так мы уже с вами перемещаемся на другую девушку да ну что делать так у этого что то может быть и должно по идее быть какие то сокровища давайте сначала разберемся с эльфийкой что она нам принесла уровень повысили только ей и у нее 9 уровней естественно поэтому сила а зачем ей интеллект основная характеристика магов интеллект увеличивает наносимую магическую урон и повышает вероятность кризисского урона сопротивляемость магического урона для всех классов понятно но на ней надо качать вот это ну не знаю хватит наверное давай а зачем интеллектия ну давай интеллект еще вкачаем чуть-чуть крит крит то крит так и у нее сколько 9 очков навыка ну естественно 1 это что колющий урон стрелой далее идет пассивный увеличивает вероятность уклонения дриль с каждым взятым уровнем способности на 1% уклонение да нахер у меня ведьма вообще стоит сзади а теперь у меня будет 2 ведьмы стоять сзади все это я не могу качать уклонение 1 качнул так 5 навыков осталось это что восстановление активный навык и дриль оглушает цель на 1 раунд вещь хорошая давай то что доктор приписал есть это что такое сколько у нас тут урона уже 264 хорош активный навык восстановление и дриль накладывает на врага магическую печать отмеченный противник получает 4 уровень способности дополнительно физического урона в течении 3 раундов а это что пассивный навык увеличивает магическую защиту и дриль на 5% с каждым взятым уровнем способности но не столь важно пока что давай вот это прокачаем это что дается усиливает меткий выстрел на сколько на 3-4 урона огнем давай давай 5% защиту сделаем и тут что у нас усиливается способность меткий выстрел наносит дополнительно 140% урона способности ядом давай яда чуть-чуть добавим все шикарно прокачали мы нашу лучницу у нас теперь четверо а что а в чем она вообще одета то да ни в чем у нас привыкли все голые бегать и лук тоже посредственный отдать мне и нечего потому что у меня то и ничего и нет и дриль ты что голая пришла или тебя здесь уже раздели блин так зелья ловкости отличная вещь для нашей и дриль и дриль твою налево я уже придумал ленью позовные все я не могу выйти прикиньте можно себя загнать в тупик так ничем мы больше не упустили один ящик только был у гоблинов чем можно поживиться и то там было всего лишь два два зелья а так гоблины бедные были король гоблинов вообще ничего не имеет да это печально что даже нечего пооткрывать в лагере гоблинов которые мы с вами зачистили ну что нас четверо значит бить будем уже сильнее в два раза сколько там у тебя здоровья 200-210 а у ведьмы 220 вот это вам оптимал все равно вы сзади должны стоять рыцарь тебя зовут Артур кажется да меня зовут Артур что случилось пока вроде ничего просто интересно мне кто ты а главное откуда ты каждое существо окружено аурой того места где оно родилось твою ауру я вижу но понять откуда ты не могу ее жизнь только что была в опасности мы идем сражаться с каким-то могущественным шаманом и она разгадывает загадки типа моего происхождения что ты на меня смотришь как на статую и дрель парень первый раз видит настоящую эльфийку будь с ним помягче на вид тебе лет 200 ну что ну то есть 20 ты же человек где находится такое место в котором кто-то вроде тебя к 20 годам ни разу не видел эльфов ну и как с ним говорить то она и правда как статуя очень красивая недоступная черт я рассуждаю как влюбленный школьник ладно не хочешь не говори у каждого могут быть свои тайны годится но хоть эльфийка идет сзади это уже хорошо наконец-то хоть кто-то будет нас сзади прикрывать ну что охотник отравитель шаман отравитель дело дело дрянь друзья два отравителя и шаман шаман тоже ж наверно не пальцем деланный урон холодом естественно будет стрелять может рано конечно сюда еще ну надо отравителя брать гном пошел назад ну как это как обычно принято в наших условиях так идеальная схема и убиваем или шамана или отравителя прорвались таки говорят я этому дурню не стоит у этого золота тьфу кто заплатил вам если ты такой глупый почему ты все еще жив если я вам скажу кто это был я точно умру если ты не скажешь то умрешь прямо сейчас а скажешь иди на все четыре стороны нет умирать я не собираюсь ни сейчас ни потом я лучше сделаю то что не смогли сделать другие убью вас так сражение я как всегда первый отходить ни в коем случае нельзя здесь стрелять или гном сможешь нет гном может подойти только ко мне здесь узкая тропинка которую тоже невозможно пройти я обожаю это вот эту тактику узкого прохода это просто классно что тут пишут у нас я в шоке я увидел фиг я просто потерял голову она прямо так нереально загадочно далекая и так хочется быть рядом с ней говорить с ней узнать все о ней я чувствую вину перед Гвеном она кажется заметила это ну что я могу сделать ну что ты можешь сделать не знаю ладно мне надо открывать ход в атаку на 75 ну все сейчас меня теперь будут бить все вместе да 46 еще сотня так все остальные далеко теперь они не могут обойти гнома ну бывает да в жизни огорчение бывают я не спорю я буду делать все что могу а ты дострельнешь нет так печать вот это я не понял что это такое и дрель накладывает на врага магическую печать отмеченный противник получает 4 умноженное на уровень способности дополнить процент удовлетворительного физического урона в течении 3х раундов от каждого удара по нему ну так если удара не было какой тогда будет урон активный навык и дрель оглушает цель на 1 раунд а ты сможешь кого нибудь оглушить конечно же нет ну попробуй этого оглушить и что получилось да на 1 раунд но это хорошо он не походит сегодня так гном ты должен если не ты то кто же 306 и шаман пошел спать гном я тебя обожаю честно ты просто чудо несмотря на то что ты маленький но ты чудо я тебе говорю так давай 63 и ну давай накали его что ли 65 и еще минус 1 отравитель сейчас будет правда 2 выстрел очень больных и этот кританул видите нам шансы уравняли ну ладно нам шансы уравняли давай подходи 2 хода хотя хотя лучше не подходи убивай вот этого 102 ведьма о она пришла не с пустыми руками у него есть цепная молния ты сможешь его убить 114 уклонение 88 да мы его убили но опасность здесь вот кто опасный он будет стрелять 2 раза и есть шанс что он меня убьет 83 72 не убил это твой промок друг это твой промок хотя мне это не поможет особо потому что я не смогу вылечить себя смогу отлично а ты добьешь нет давай 3 очка да давай 3 есть мочи этого сволочь отлично тебе купить обмундирование и ты будешь загляденье просто я тебе это гарантирую на 78 и вот этот сокрушающий ну повезло что он один раз меня ударил так тут я долечить его не могу но убить смогу победа друзья сильный враг но так мы узнаем кто им заплатил а но так мы узнаем кто им заплатил хотя может и узнаем сейчас минутку Кердик ты будешь его карман обшаривать сказала Гвиневра конечно буду золото на дороге не валяется так так что это тут у нас свиток видимо это что-то важное подписан он кто бы это мог быть неужели Зигфрид дядя я не верю он честный человек тьма меняет людей Гвиневра он может быть уже не тем кем был раньше так давайте не будем спешить одна буква еще не повод обвинять человека мы должны во всем разобраться думаю самое время навидаться к Брану по 750 топ это и нам повысили уровень ну что четвером уже веселее конечно будет галко что у меня лекарь только один ну это достаточно так уровень повысили что пишут тайный враг так вот это поворот возможно тем кто строит козни и жить не дает местным окажется Зигфрид дядя Гвиневры я и сам с трудом верю он вроде неплохой человек а как Гвиневре должно быть сейчас плохо от таких то вестей надо пообщаться с Браном может он прольет свет на происходящее тут так у нас тут две любовные линии и тайный враг это все что осталось что повыпадало ну хоть бы она выпало что нибудь из одежды на лучнице я ж не куплю ей столько всего представьте ооо эссенция огня наконец то кстати янтарь уже можно задавать по тихому я уже столько набрал тогда вылечите вы этого гнома кто нибудь ну гном конечно показал класс вырубил с первого раза красавчик так ну что я тут первый сила 32 живучесть 28 давайте наверное ну живучесть у меня нормальная в принципе меня не убивает очень быстро давайте дать силу как то уравняем так тебе живучесть не нужна качай можем ловкость качнуть ладно давай интеллект тебя уже добьем 61 так я здесь мой последний удар 170 это максимум и займемся тогда очками действия давайте да прокачаем максимум до 170 а у ведьмы увеличивать силу исцеляющих заклинаний еще на 5 процентов да хватит наверное давай наверное сделаем молнию твою максимальную 210 подожди это что пассивный восстанавливает нет вот это давай да выкачаем полностью электричество лечишь лечишь ты пока что нормально там будет видно классно подрались все можно уходить болото нами зачищены лагерь разбит и самое время отправиться к брану или к дяде можно и к дяде сходить узнать что за дела дядя там творит вот брана так брана давайте попробуем с ним поговорить дорогой бран мы тут кое-чего узнали на меня охотятся взять ящик не сюда вот сюда о новый квест минск минск давай минск бубу друг мой на кого же ты меня оставил ведь мы столько прошли вместе друзья минск это кто играл балдор гейтс бубу это было у него белочка такая он с ней разговаривал это просто энциклопедия ролевых игр прошлого десятилетия и это минс да он похож на него прости друг я вижу ты новенький в этом месте я тут уже давно может я могу чем помочь я потерял друг потерял друга с которым мы прошагали не одну сотню дорог и вот в это проклятые обители зла мы потерялись мне уже захотелось вернуться болтов с гейтс снова в обители зла это очень опасное место но если твой друг похож на тебя то его будет легко найти я думаю с такой силой ему ничего не грозит что ты он совсем не похож на меня он гораздо меньше и слабее я обычно носил его на плече да и он пищал когда на него нажимали в таком случае нам лучше поторопиться а ты жди нас тут так а где же его искать то я вам сказал найти бу жуткие тут места есть недавно встретил огромного бугая варвара я бы с таким драться не рискнул а он попросил у меня помощи мол другом он потерял в подземелье мертвого города и в глазах у него такая мольба читалась как будто он котенка любимого потерял ну в смысле не важно думаю надо его помочь блин я почему бы все в команду взял ностальгия там все такое ну что бран тут дела такие странные творятся и дрель ты жива я очень беспокоился как видишь меч снова вынут из камня а это плохой знак бран этот меч лишь осколок другого меча и в прошлый раз когда этот меч обрел свободу это кончилось многими смертями в страшной войне сила не бывает добрая или злой она такая какая ей делает тот кому она принадлежит знаменитого короля ведь звали Артуром и он вроде пережал свое время на века а кто может опережать свое время как не тот кто родился в будущем а значит я и есть король Артур бран у гоблинов мы нашли свиток в котором их наводят на меня вот это интересно и кто же его написал он подписан Z мы я думаю что это может быть Зигфрид ох не думаю я что это он впрочем вы можете поговорить с ним сами да да пойдем к дяде скорее поговорим с ним так зачем нам с браном было разговаривать не знаю сейчас мне опыт дадут когда я выйду это мне за разговор с браном дают я так понял да мне тут ничего не дали ладно пойдем поговорим с дядей так спокойно вдруг понял что то что казалось бы должен был понять с самого начала легенда короля Артура еще недавно для меня была лишь сказка из книги но сейчас я внутри нее и меня зовут Артур и я не кто то еще вынул и я а не кто то еще вынул меч из камня и кто как не я понимающий всю ценность демократии сможет организовать круглый стол я думаю что я и есть то есть что я стану королем Артуром я почти в этом уверен ну а пока надо разобраться с тем что происходит здесь и сейчас надо поговорить с дядюшкой с Зигфридом он здесь стоит если что я готов к биты дядюшка ушел как вовремя он ушел там ты не находишь Гвеневра ох Артур я и не знаю что думать не будем делать выводы раньше времени Вильма говорил о драконе что живет за предгорьями знать бы как к нему пройти не велика проблема ведь я родом из предгорье и знаю их как свои пять пальцев а вообще то тоже неплохо знаю предгорье ведь моя сестра к которой я шла живет как раз там может быть мы сможем зайти к ней это совсем недалеко от начала предгорье и гораздо ближе прохода к драконе горе конечно мы заглянем к ней и дрель это же твоя сестра а уж потом пойдем к дракону предгорье ждут нас да друзья нас ждут предгорье а тем временем дядюшка куда то исчез а вы не знаете где дядюшка сейчас в крепости все спокойно но после захода солнца лучше быть на чеку они не знают где дядюшка все квест квест интересный поворот событий когда у нас появилось подозрение насчет зигфреда он вдруг исчез ушел видите ли куда то очень подозрительно мы решили направиться в дальний поход к дракону но по дороге заглянем в домик сестры и дрель это в начале предгорье через который дорога идет драконе горе ну что с радостью туда заглянем но я предлагаю сначала и дрель одеть ибо ее выстрелы по 70 и 60 это уже не выстрелы во первых лук нужен хороший так давайте сохранимся и денег у меня по идее должно быть да 1300 уже насобирал так а где ж тут луки продают здесь луков нет зато есть феноменальный щит ну я уже доживу до 12 уровня потом куплю есть 15 уровня да не здесь продаются луки луки продаются чуть дальше вот 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 здесь продаются луки вот он да он собственно один вообще здесь 14 уровня а в любых других ситуациях стреляйте с пальца ну да и стоит он тысячу я все не могу отдать да и зачем на 14 уровень у него какой 11 уровень так раба ученика роба вернее раба блин вот рейнджер ну это 11 уровень это как раз на нее живучесть плюс 5 и 43 брони хорошая вещь следующий 14 уровня ну давай ну это какое то простенькое деяние если у тебя хоть что то было твоего было бы уже круто вот 12 он ты их не купишь броня и живучесть по идее ей то броня нафиг не нужна знаете почему ей нужна ловкость плюс 10 вот эта вещь ей понужнее будет что покупать ну давайте ей ботинки купим и на этом пока остановимся я бы и лук купил лук и ботинки ей нужны ловкость ей надо повышать она все равно стоит сзади до нее по идее добежать не должны а тратить все деньги на ботинки подожди ты не рейнджер а 11 уровень подожди это 10 уровень ты какой уровень вообще подруга это 10 уровня ну на вырост значит я купил ну ладно 260 небольшая сумма на вырост будешь носить а все остальное извини да будь в бою тут особо выбора то и нет шлема даже нет нет есть шлем есть на тебя шлем 360 магическая защита плюс 339 он нужен с такой магической защитой нужен каждый параметр видите дает своем да тебе по идее бить не должны ну ладно давайте я еще шлем куплю а то скажет я тебе ничего не купил все 709 хватит на тебе нет тебе на тебе вот так вот ну и кидай денег в следующий раз ну а брони руки извини извини слишком дорого ходишь пока без них тем более не добавляют броню и живучись а я планирую чтобы тебя не били ну а здесь что я могу предложить себе из заклинаний вот хорошая вещь нам нужен эссенция магическая и древний свиток и древний свиток попробую еще найти так эссенции огню я нашел один ну в смысле одну нашел а древний свиток а древний свиток даже еще не встречал все остальное не буду покупать друзья дальше уже будем разбираться мы с вами во время прохождения прохождения чего прохождения предгорье казалось бы маленький мостик но на самом деле карта будь здоров все на этом тогда мы закончим с вами лук подождите я хотел лук еще посмотреть в таверне еще продавец да а ведьма ничего не продает из одежды нет у нее только бутылки а ну пошли в таверну забежим ну и вельму можем проведать заодно вельма а сколько у вас древний свиток стоит а такого нет добра да ну ладно здесь луки но там очень дорогие дорогая одежда очень чересчур и оружие дорогое но лук ей явно заменить нужно она конечно боты оденет ловкость повысится мне просто интересно сколько древний свиток стоит если там он 160 по себе стоимости то сколько же он стоит у этого барыги а а древних свитков у него и нет древние свитки ведьма продавал вот лук 14000 ну это конечно лук так лук а вот а на рейнджера элитная бронька лучше наверное вообще не будет дорого друг мой дорого не буду тебе еще покупать я даже не знаю как можно собрать здесь 14000 если расходные материалы стоят сотни че я бегаю долгим путем я не знаю ведьма вообще рядом возле таверны стоит так древний свиток подождите а где же его брать то этот древний свиток у того мужика блин твою же мать я уже гляну чтобы знать что к чему ну а в этой серии друзья мы с вами получили четвертого бойца и теперь можно привыкать привыкать к этому отряду других уже никого не будет вот древний свиток нет свиток папирус древний свиток 800 всего-то всего-то 800 стоит сумасшедшие психи слышишь рейджер может если таки купить что-то а сапоги я уже купил в смысле на голову а я на голову уже купил перчатки в смысле двенадцатый есть уровень а два уровня не надо это слишком долго но есть броня обычная следующий четырнадцатый очень долго ждать может купить тебе все таки а то скажешь то я тебе блин ладно заработаем еще я думаю на уже а она тоже одиннадцатого уровня ну ладно подождем еще уровень уровень скоро повысят потому что мы убили шамана по идее она десятого была а она горела белым потому что это я смотрел если бы она смотрела то она бы горела красным ну ничего зато мы тебе уже обновки купили может быть и зря может она выпадет но я сомневаюсь здесь вещи очень дают редко даже с боссов ничего не выпадает что печально если честно на чем же здесь зарабатывать то на алтаре ой на алтаре на янтаре что ли ну что ж друзья все болта закончены четвертый персонаж с нами дальше только будет резня спасибо что смотрели если понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал с вами был дмитрий канал шедриль элплей до новых серий веленили рыцарь пока